Эта программа стала возможной благодаря друзьям и партнерам служения Дюфрейн. Бог призывал в 80-м Псалме. «Я, Господь Бог Твой, изведший Тебя из земли египетской, открой уста Твои широко, и Я наполню их». Но люди не слушали его. Мы не открываем уста как должно, потому что не хотим, чтобы нас учили. Мы думаем, что мы все знаем. «Ну, пастор Нэнси, меня так воспитали». Это не важно. Бог поместил вас в совершенно другую систему. Вы не ограничены той системой, в которой были воспитаны. Вы не ограничены экономической системой. Вы не ограничены тем, чему научили вас окружающие люди. Вы не ограничены системой образования или ее отсутствием. Я не пытаюсь все это обесценить. Это важно. Но это никогда не заменит того, что вы знаете и о чем открываете свои уста. Аллелуя! Позвольте вам прочитать комментарии четырех еврейских раввинов к этому стиху, чтобы мы получили более полное, широкое понимание контекста. Я вам зачитаю. Первый еврейский раввин в своем переводе этого стиха говорит, «Я – Гошем, Бог твой, который поднял тебя из земли египетской. Помни, что я – доброжелательный Бог, который желает твоего благоденствия, точно так же, как я искупил тебя из Египта, чтобы улучшить твою участь. Так я постоянно ищу способы, чтобы сделать твое существование более благотворным и приятным». Вы подумаете, зачем Богу постоянно искать способы, чтобы сделать мое существование более благотворным и приятным. Потому что на разных этапах вашей жизни вы желаете и достигаете разных вещей. Мне 57 лет. Не дарите мне тех же подарков, что и на семилетие, так? Это не принесет того же удовольствия, потому что я в другом сезоне жизни. Не так ли? Вы входите в новый сезон, и Бог в постоянном поиске. Что будет им приятно? Как я могу благословить их? Как мне двигаться? Здесь сказано «он в постоянном поиске». Почему? Потому что все, что его – ваше, и он хочет, чтобы вы это имели. Аминь. Второй еврейский раввин комментирует 11 и 12 стихи 80-го псалма. Я не просто вывел тебя из Египта. Я скорее поднял тебя на более высокую плоскость существования и духовных достижений. Это значит, что мы не живем так, как прежде. А, мы живем сверхъестественно, сверхъестественно. Живем, ходим в духе. Аминь. Водимые духом. Живем жизнью веры. Бог предназначил нам жизнь веры, потому что это лучшая жизнь. Позвольте зачитать вам комментарий третьего еврейского раввина. «Проси у меня все желания сердца твоего, и я выполню каждую просьбу». «При условии, при условии, что ты будешь слушать меня, тогда ты никогда не познаешь нужды, голода или жажды. Точно так же, как ты был полностью обеспечен, когда я выводил тебя из Египта». Помните, как они были обеспечены? Не было среди них болящего. Когда он их выводил, ни один не был болен. Речь идет о молодых людях, людях среднего возраста, пожилых. Речь идет о телах рабов, которые тяжело трудились. Речь не идет об офисных работниках, но о людях, о целой нации, занимавшейся тяжелейшим физическим трудом. Представьте, что творилось с их суставами, с их связками, со всем их телом. Они не получали медицинского ухода, у них не было правильного питания, они были рабами. И когда Бог их выводил, не было среди них болящего, ни одного больного среди них. И не только это. Бог сказал им, «Идите, выпросите у соседей своих золото и серебро». Они вышли с богатством Египта. 400 лет невыплаченных зарплат в один день. Помните обо всем этом, когда здесь говорится, «Ты никогда не познаешь нужды, голода или жажды, точно так же, как ты был полностью обеспечен, когда я выводил тебя из Египта». Так Он их выводил, таким было их состояние, когда Он их выводил. Четвертый комментарий. «Пусть желания твои будут обширны». Я их исполню, если ты останешься верным Мне. Ты не будешь испытывать недостатка ни в каком благе, потому что я достаточно богат, чтобы восполнить все твои нужды. Да, пусть желания ваши будут обширны. Аминь. Пусть будут. Я слышала рассказ о том, как некоторые служители повезли доктора Йонги Чо в Диснейленд. Его спросили, что бы он хотел посетить по приезде в Америку, и он хотел увидеть это место. Они вошли через главные ворота, и там так красиво, словно оазис, как будто что-то из другого мира. И как только они вошли, и он увидел, прочувствовал все это великолепие вокруг, он остановился и начал плакать. Его спросили, что-то не так? Он сказал, «Есть ли человек без Бога способен на такое?» Насколько больше? Насколько больше? Почему мы не входим в это большее? Наши желания слишком малы. Наше мышление слишком мелко. Наши уста слишком закрыты. Наши уста слишком узко, а не широко открыты. Потому что так часто мы говорим только на основании того, в чем можем разобраться. Послушайте, Бог получает наслаждение от невозможного, потому что слово «невозможно» знакомо только человеку, а не Богу. Не триединому Богу. На небе не бывает слова «невозможно». И то, что говорят Божьи уста, Его рука осуществит. Он проговорил ко мне о здании Академии по другую сторону озера от моего дома для библейской школы, общежития и это историческое здание. Он сказал мне, «Ты этого хочешь?» И я ответила, «Да, хочу». Он не спросил меня, «Можешь ли ты это себе позволить?» Когда мой муж возил меня делать покупки, я не особый покупатель, я не слишком люблю ходить по магазинам. Вещи-то мне получать нравятся, но не сам процесс. И я никогда не просила его ходить со мной. Но иногда ему нужно было что-то, и он предлагал поехать со мной. И я заметила, когда он предлагал поехать со мной, у меня всегда оказывалось больше покупок, потому что он был настолько щедр, настолько добр ко мне. Стоило мне что-то примерить, ну, женщины, вы меня понимаете, одежду правильно не шьют, ничего не сидит, что с ними не так? Но если я перемерила шесть вещей, чтобы найти одну, которая понравилась, с Эдом было так. Я шесть вещей перемерила, а он говорил, «Бери все, бери все, бери все». И когда он мне говорил, «Ты этого хочешь?» Если я отвечала, «Да», он не говорил, «Тогда доставай свой кошелек и плати». Если он меня спрашивал, «Ты это хочешь?» Так это потому, что он намеревался. Он намеревался мне это купить. И когда Бог сказал мне, «Ты хочешь это здание на 42 акрах земли прямо у озера?» Когда он спросил, «Ты этого хочешь?» Все, что ему было нужно, это мои широко открытые уста. Это все, чего он от меня хотел. Открой уста твои широко. Он не рассчитывает, что я за это заплачу. Он хочет, чтобы я верила достаточно для того, чтобы открыть свои уста. Иисус сказал, «Если вы будете иметь веру с горчичное зерно, вы скажете». Если вы будете иметь веру с горчичное зерно, вы скажете. Горейся и перейди отсюда туда. Но заметьте, если вы будете иметь веру с горчичное зерно, вы скажете. Перестаньте фокусироваться на размере своей веры и сосредоточьтесь на том, чтобы говорить. Аминь. Слава Господу. План Божий для нашей жизни настолько велик. Его план для вашей жизни настолько велик, что потребуется полнота, чтобы его осуществить. Потребуются широко открытые уста. Я Богу сказала, что не хочу, чтобы на небе Он показал мне видео непрожитой жизни. Того, что я могла бы иметь, чем могла бы наслаждаться, о чем могла бы верить, каким благословением я могла бы быть для других, если бы я осмелилась достаточно широко открыть свои уста, веря, что Он может сделать невозможное. Вы получили божественное приглашение открыть ваши уста. Теперь позвольте сказать вот что. Вера работает там, где известна боля Божья. Вера не будет работать вне водительства духом, что Дух говорит вам. Когда я выглянула в окно моей испании и увидела ту академию на противоположном берегу озера, я не просто сама сказала, «Пожалуй, буду верить об этом». Дух повел меня. Дух направил меня. И Он всегда будет направлять вас в то, что вы сами не можете сделать, потому что Он не предполагает, что вы будете это делать. Он рассчитывает на вашу веру, потому что Бог наполнит ее. Аминь. Одна из историй, которую я обожаю рассказывать, хотя бы потому, что она дает мне почувствовать себя по-домашнему. Мы с сестрой Линдзи сегодня разговаривали, и она мне сказала, что увидела рекламный щит магазина «Стейплз». Вы знаете? Слышите? Она называет «Стейплз» своим звездолетом. Она предпочитает «Стейплз» торговым центром. «Стейплз» — магазин канцтоваров. Я ей сказала, «Сестра, я так тебя понимаю, я просто зачарована всеми блокнотами, бумагой, ежедневниками. Я как их вижу, вы что, издеваетесь?» А на кухню захожу, «Ну и?» «И что?» «И зачем все это?» «А это для чего?» «Что за тщетная трата места у меня дома?» Я ем очень неприхотливо, знаете. Просто миска каши, сухарик, и хорошо. Я не ищу приключений. Поэтому, чтобы хоть немножко походить на хранительницу домашнего очага, мне всегда нравятся свечи с кулинарными запахами. Цветочные запахи хороши, но я предпочитаю, чтобы пахло свежей выпечкой, тортом, словно что-то происходит у меня на кухне. Пастор Дебби знает, она мне приносит свечи с запахом тыквы, я их обожаю, потому что я чувствую себя хозяюшкой, когда я их зажигаю. Такова правда. Итак, я смотрю кулинарные каналы. Это позволяет мне почувствовать себя полноценной домохозяйкой. Я наслаждаюсь трудом других людей. Я просто получаю удовольствие. И вот, передача о кулинарном состязании. В ней участвуют четыре женщины, каждая на своей кухне. Я смотрел не сначала, у них уже прошло какое-то испытание. И выигравшая в нем участница получала преимущество в следующем раунде. И вот они должны были приготовить десерт за 30 минут. И женщина, победившая в испытании, получила следующее преимущество. Было четыре члена жюри, и одним из них был всемирно известный шеф-повар, именно кондитер. И участница получала этого шеф-повара на 10 минут в свою кухню. Человек с такими знаниями и опытом за 10 минут может сделать такое, о чем я и подумать не успею за час. Потому что у него все спорится, он самограция на кухне. Я же просто пуск-тормоз, пуск-тормоз. А такой повар сама изящность. Все идет как по маслу. Это впечатляет. Для меня это прямо герой. И вот, этот шеф-повар в распоряжении участницы на 10 минут. У каждой участницы был запланирован свой рецепт. Но когда шеф-повар зашел, он сказал, «Это ваша кухня. Что вы хотите, чтобы я сделал?» Теперь, позвольте мне дать вам правильный ответ. Хоть я и не повар, я знаю правильный ответ. Не нужно быть поваром, чтобы знать правильный ответ. Правильный ответ. Я запланировала вот этот рецепт. Но, но, теперь, когда вы на моей кухне, я рву свой рецепт, потому что, когда вы вошли ко мне на кухню, весь ваш репертуар рецептов, все ваши годы обучения, все ваши годы выпечки, все ваши годы умения обращаться со всем, что есть на кухне, теперь мои. Так? Поэтому, позвольте спросить вас, чтобы вы хотели начать. А может, и сделать до конца. Может, есть что-то, что вы можете сделать за 10 минут. И вы просто начните. Я доведу до конца. Я могу следить за духовкой, чтобы не пригорело. Или помешивать. Я могу делать все, что нужно. Что вы можете начать за 10 минут, чтобы я могла завершить, что дало бы мне преимущество над всеми остальными. Это один из тех немногих случаев, когда я вышла из себя перед телевизором. Эта участница сказала. «Вы можете порезать фрукты?» Я начала кричать. «Ты неудачница! Ты неудачница! Ты проиграешь! Ты не победишь! Ты даже не знаешь, кто у тебя на кухне! Ты даже не знаешь, кто у тебя на кухне!» Шеф-повар не обиделся, но удивился. А судьи, все остальные трое, схватили за голову. «Вы что, издеваетесь? Это все, чего вы хотите?» Когда такой талант заходит к вам на кухню, когда гении заходит к вам на кухню, вы свели всю гениальность к нарезке фруктов. И шеф-повар просто резал фрукты. Я вам сразу скажу, она проиграла. Я была довольна. Это было бы огромной несправедливостью, если бы она выиграла. Потому что, когда к вам на кухню заходит гений, а вы его принижаете, она открыла уста узко, когда могла бы открыть их широко, обратившись с просьбой на уровни. Она опустила его на свой уровень, вместо того, чтобы сказать, «Поднимите мою кухню на ваш уровень». А мы тут сидим и удивляемся. «О-о-о!» Все до одного. «О-о-о!» Неправильный, неправильный ответ. Но можно вам сказать, «Тот, кто в вас больше, тот, кто в вас больше, божественный гений живет в вас. Он вошел на кухню вашей жизни. Не держитесь за план, за рецепт, который вы приготовили. Разорвите его. И скажите, «Ты скажи мне, ты веди меня, ты направляй меня, я буду слушать тебя. Я не знаю всего. Гений вошел на мою кухню. Я не знаю всего». И это одно из изловий, чтобы Бог наполнил широко открытые уста. Быть тем, кто слушает. Быть обучаемым. Тем, кто скажет, «Я последую за Святым Духом». Когда мой муж ушел домой к Господу, он оставил восемь крупных проектов. На меня легла ответственность за шесть с половиной миллионов долларов долга. Примерно миллион нам нужен был незамедлительно. Было восемь незаконченных проектов. Он над ними работал в течение пяти лет. Два проекта были связаны со строительством. Я не говорю о маленьких проектах. Я говорю о крупных проектах. Я знала, я не могу с этим справиться. Я не могу. Нужно было разбираться с банкирами, с городским самоуправлением, с налоговой инспекцией, с юристами, со всем, с чем я прежде не имела дела. Но я знала, мне нужно принять лишь одно решение, последую ли я за Святым Духом или нет. И я сказала, я последую за Святым Духом. И Он мне на каждом шагу говорил, что делать. И в течение года все было завершено. За год не стало почти половины долга. Почему? Потому что вы можете открывать свои уста широко, когда вы знаете, что Дух говорит вам. Чтобы открывать уста широко, всегда необходимо слушать. Потому что 12 стих говорит, но они не слушали меня. Он не хочет, чтобы вы открывали свои уста вслепую. Он хочет, чтобы вы открывали свои уста, зная, что Дух говорит вам. Но недостаточно, чтобы только Дух вам это говорил. Вы должны с этим согласиться, своими устами, своими словами. Вы должны через ваши широко открытые уста подключить ту веру, что в вашем сердце, к тому, что говорит Дух. Оглянитесь назад, задумайтесь, о чем Бог с вами разговаривал. Что Он хотел сделать для вас? Может быть, это бизнес? Может быть, это новый дом? Что? Не откладывайте это в долгий ящик. Пусть не только Бог говорит что-то. Вы должны что-то сказать. Матфея 8, 17. Да сбудется реченное, то, что было сказано. Не достаточно того, что Бог это говорит. Вы должны присоединить свои слова к тому, что говорит Бог. Вы скажете, ну нет, если Бог говорит, этого достаточно. Но это не по Писанию. Потому что в 4 главе евреям сказано, не принесло им пользы слово слышанное, не растворенное верой услышавших. Недостаточно того, что Бог это говорит. Вы должны растворить своей верой то, что Бог говорит. Потому что ваши слова и ваша вера превращают слово в силу. Вы получаете доступ к той силе, которая есть в слове, когда прилагаете к этому свою веру. Аминь. Аллелуя. Откройте уста свои широко. Откройте уста свои широко. Мой муж и другие служители говорили духом, это пробуждение последних дней будет, как все предыдущие пробуждения вместе взятые. Он говорил, что 9 проявлений или 9 даров духа будут действовать в полную силу. Самое высокое, что я слышала, что папа Хеггин говорил, это что помазание пророка на нем действовало на 70% потенциальной силы. Это самое высокое, что я слышала от него. И затем я также слышала, как он на служении сказал, это только потому, что я мог от людей, от собрания добиться, чтобы они подключились ко мне лишь до такой степени. Я не мог добиться, чтобы они пошли со мной дальше. И затем мой муж сказал следующее духом, что все 5 даров служения будут действовать в полную силу. И я говорю это. Я говорю, Отец, я верю тебе. Все 5 даров служения двигаются в полную силу. Все 9 проявлений Духа текут в полную силу. Аминь. Все предыдущие пробуждения вместе взятые в полную силу. Вот каким должно быть пробуждение последних дней. Но для этого нужен кто-то, кто говорит это, кто-то, кто провозглашает смело, кто-то, кто откроет свои уста широко, не будет открывать свои уста на основании того, где мы уже были, а того, куда мы направляемся. Это известно только через то, что Дух говорит нам, потому что мы там еще не были, но Он все знает. Аминь. Аллилуйя. Все начинается с вашей личной жизни. Практикуйте это в вашей личной жизни. Вы скажете, ну я не многого хочу, но дело в том, что вашей вере нужен проект веры. Ваш пастор нуждается в том, чтобы ваша вера действовала, становилась зрелой, росла. Если ваша вера не растет, ваша духовная жизнь не растет. Если ваша вера не развивается, ваша духовная жизнь не развивается, потому что мы не можем двигаться вперед с Богом без веры. И мы должны позаботиться о том, чтобы в наших устах были правильные вещи. Когда Бог дает нам это божественное приглашение, открой уста твои широко, заметьте, Он не будет их открывать вместо вас. Вы должны их открыть. Можно вам сказать? Люди говорят, ну мне просто не кажется, что я заслуживаю многого. Вам нужно обновить свой разум. Я видела людей, которые щедры по отношению к другим, но не к себе. Позвольте вам сказать, это все еще нищета. Бог хочет, чтобы вы имели все, чем Он вас обеспечил. Он в 15-й главе Луки говорит, все мое твое не для того, чтобы вы в жизни обходились самым малым. Если вы не можете верить об этом для себя, я полагаю, вы не будете способны поверить об этом для вашей поместной церкви. Видение, которое Бог дал вашему пастору, требует широко открытых уст. Нужно не только, чтобы пастор говорил, нужно, чтобы говорило все собрание, потому что, когда мы откроем свои уста широко всем собранием, Бог наполнит их. Аминь. Аллилуйя. 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 Когда вы выйдете из этого здания, не оставляйте то, что я сказала в здании. У вас есть домашнее задание. Сделайте список, запишите в блокнот, о чем вы верите, что вы говорите, что вы говорите как семья, что вы говорите вместе с детьми, вовлеките их уста. У них в сердце есть вера. Подключите их веру. Аминь. Так часто люди ждут, чтобы Бог что-то сделал, а Он ждет, чтобы мы что-то сказали. Аминь. Какой божественный призыв. Какой божественный призыв. Открой уста твои широко. Почему вы способны это сделать? Потому что вы вышли. Вы больше не в том царстве, что вас ограничивало. Вы избавлены от царства недостатка и введены в царство избытка. Аминь. Аллилуйя. Мы надеемся, вам понравилась сегодняшняя программа. Посетите наш сайт dufremeministries.org, чтобы узнать о ближайших собраниях, поделиться своим свидетельством, обратиться с молитвенной просьбой или зайти в наш интернет-магазин. Эта программа стала возможной благодаря друзьям и партнерам служения меди-фрейм. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok